Ой-ой-ой-ой-ой, это же Мун, ребятушки! Короче, всем куз записи начал смотреть. Я в шоке, я первый раз вижу Муна за, не знаю, в играх года, наверное, за два точно. Он забивал... Ну, последний раз, когда я видел его, он играл в Старкафт во второй, играл не очень хорошо. Кстати, рекламирует замечательный банку... Нет, это был Red Bull, хотел сказать, что это пиво. Он в армию уже сходил. Отлично, у нас подлак начался еще, классно. Смотрим китайский турнир ВСА-2015 по Варкрафту на каком-то китайском стрим-сервисе с сумасшедшим китайским чатом. Я в шоке. А тут, на втором мониторе, не очень известный мне товарищ Ксикси. Насколько я помню, он эльф, и вживую вот лицо, я его, если честно, вообще не знаю. На них находятся, кстати, наушники Plantronics Gamecom Commanders с хорошей звукоизоляцией. Я думаю, надо комментаторов корейских, китайских, точнее, сори, сделать потише. Причем, именно мне нужно их сделать потише. Прошу прощения за скомканность определенную. Ой, это же... Это же... Справа флай, слева скай. Ничего себе. Да, ведь? Это же скай такой худенький. Доброе утро, Кузя, спасибо тебе за переезд на резервный сервак. Я же в шоке. Ой, Тед, я флай Тедом назвал. Господи, конечно, Тед. Причем, знаю Андет, знаю ВЦГ, назвал флай Тедом. Они с Тедом играли на том самом ВЦГ, то ли... Кажется, в финале даже. Да, вот. В общем, сейчас... Я, к сожалению, лег где-то в полчетвертого вчера. Проснулся в семь, поэтому... Еще раз прошу прощения за тупняк. Если вы смотрите, опять же, в записи, это внезапный... Уже на сцене ксик-си-мун играют внезапный турнир в 2015 году по нашему любимому Варкрафту с призовым фондом 100 ксарей. Зеленый. 105, что ли, тысяч долларов. Принимает участие 16 игроков, в том числе и из России Хавк, и из Украины Соник. Справа мы видим расписание камеры. Ничего себе продакшн! Какие-то шкалы внизу. И фу-фу-фу, даже лагов нет. Я в шоке даже. Я просто в шоке. Как такое возможно? Не могу понять. Хотя подлоги есть. Итак, первая карта у нас Эхуайлз. Мы видим, что оба играют через Демон Хантеров. Бараки стоят на лагерях наемников. И, судя по всему, я должен сделать тише китайских комментаторов еще. Чатик напишите, пожалуйста, так ли это, хотя мне кажется, что так. Мне кажется, что так. Готово. Хорошо. Тут, в общем-то, все дефолтно. Эта карта на ней очень часто играет именно таким образом. Много будет зависеть от первых двух стартов девайса, скорее всего. На первой точке будет, после первой точки будет попытка забрать что-то вроде... Хотя не обязательно на зеленую пойдут. Я достаточно давно уже не смотрел соло-турниры по варкафту, играю в фу-фу. Провоцируют на Элэс. Элэс пошел. Скрипт не подводит. И Арча начинает ДПСить посерьезнее по Магу и Кобальду. Какому-то там Рудознатцу, который накладывает слоу. А у Ксикси... А, это Мун. Мун синий, Ксикси красный. Как подсказывают цвета, внизу. А чего не делают фуллскрин-то вообще? Может, мне хотя обрезать не очень хочется. С другой стороны, тогда место под чатик и вебку будет, если что. Это уже после этой игры, не будем отвлекаться. Сапоги великолепные, универсальные, отличный просто девайс. Выпадает Муну. Эй! Кто из фуллскрина вышел? Это не я вообще, я ничего не делал. Так, а что здесь было там? То ли согнали виспа, то ли он забегал закупаться. Так, а здесь что? У второго Диммы какой девайс? Амулет Эвэйджена, хрень, конечно же. Только 5% сейчас дает Эвэйджена, перекрывая первый уровень пассивки у Димки. Ну, учитывая то, что там могли попасть те же самые когти плюс 9, они, конечно, они круче, чем сапоги, потому что их не купить для начала, да и сильно урон повышается. Да, с другой стороны, да и амулет, в общем-то, Эвэйджена, он как бы, наверное, самый бесполезный. Большой бутыляк жизни выпадает, вообще классный девайс Эвэйджена. Ну, дропаются 500 хп в Индополож. Чатику пламенный привет. У нас действительно Варкрафт неожиданный. Ну, то есть я говорил, что буду стримить в ВЦА, и, возможно, была вероятность, что мы туда поедем, то есть нам сказали, что да, приглашаем, пожалуйста, приезжайте, но ближе к моменту получения необходимых документов на визу, сказали, извините, мы не можем вас привезти. Как-то так. Есть определенные там замечания уже по организации от участников, но я слышал, если честно, только от Хавка, да, от, ну, там, в твичерском чате рассказы некоторые. Поэтому говорить еще пока рано. Опачки! Во-первых, цвета перепутаны. Давайте начнем с этого. Мун, несмотря на то, что... А, Мун красный слева, но снизу синий, а справа ксикси синий, а снизу красный. Ну, в общем, как обычно, ничего нового. В Китае, не пойми как, не пойми что, все напутано. Свой порядок у них там. И это значит, что любимый многими Мун, который вернулся из инактива ради такого турнира... А что он такой наглый? Он моздрян будет, что ли, играть на Т2? То есть, Мун, понимаете, он... Ох ты, и два когтя. Он и строит базу, и при этом делает двойную лорницу, покажет, что без грейда на Т3. То есть, это очень сильно похоже вообще на... на массы дриады. Проверяет, что с виспом слева, есть ли у противника базы, видит, что нет. Тут у Кси-Кси Нага, и он вместе с ней и с парой троллей и Арчоя забирает магазин. Снизу какое-то голосование за игроков. Да, я вижу 22 на 3, шкала постепенно начала заполняться. Сзади Кси-Кси типа Крипджека Эдмуна, но это Крипджеком сложно назвать. Скорее попытка просто тролля подвязать. Хорошо блочит Мун, хорошо! Но не помогает. Палится базом. И тут Кси-Кси понимает, как так. Точнее, скорее даже не понимает, как так, потому что обычно так не делают. У него, правда, тоже весьма задержана база... в смысле играет на Т3, он только сейчас его жмякает. Попытка была подблочить виспом, только что нам не показали, но явный висп, который возвращался на ёлку, он хотел... А, нет, смотрите, у Муна быстрее играет на Т3, и при этом ещё нычка готова. Я точно что-то не понимаю в сложившейся ситуации. Возможно, мы что-то пропустили, но вроде по криппингу, по деньгам, по девайсам как-то сильно не опережал. Может, там какие-то отмены были? Там одна лорница у Кси-Кси, значительно раньше второй. Ну, посмотрите, там 32 лимита, да? 320 голды. У Кси-Кси. Там такой же состав, ну... А, нет, там второго героя нет. Так вот в чём дело, может быть, он с Оладимой вообще играет? В этом есть смысл. Стоимость героя даже несколько превышает стоимость нычки. И с учётом того, что он получает бонус по ХП без второго героя на Т2, да ёпп, РСТ. Класс. Меня альта будет из-за... Из-за переключения качества, видимо, подлагивает, но они... Короче, хрен. Какая-то происходит. Зарягайся, говорят. Блин. Чёрт. После этой игры обязательно зарегистрируйся. Прям купи, ну... Блин. Я бы купил. Да не знаю как. Отменяют сейчас. Зарегистрируйся или кикать будет по КД. Понятно. Беда. Ситуация муна достаточно плохая, потому что преимущество от экспанда он всё ещё не получил. То есть ни копейки он ему ещё не принёс. Но у него есть вроде арба. То, что сейчас он развлекает, это в плюс идёт на самом деле. Сейчас ещё один режуф нужно накинуть и вернуться, не дать ему шахту отменить. Но он отменит. Как-то не дать. Там слишком мало хп. Дерево ксик-си вряд ли убьёт. Диспл. Рык. Риджув. Ну, так откровенно накидывает риджув. Там манавёрн был на 4 где-то. С обоих сторон причём. Действительно, Мун сделал... О, свинка подблочила. Или на этом сайте смотрели и даёт ссылочку на Азубы. Хорошо, сейчас посмотрим. Да, тут ещё подлаги. Там Азубу приехали на место проведения, насколько мне известно. И они там... Как раз тоже жаловались на организаторов, что типа, содействия никакого, но они попробуют стартануть стрим. И, видимо, у них получилось. Но вот смотрите ситуация. Второй герой Муну не нужен. Получается сейчас. Он на сэкономленные деньги построил базу. По технологиям от Ксикси не отстал. И при этом... Ну, скоро будет получать серьёзный буст по... По баблу. Кстати, сейчас уже можно героя брать. На сверх деньги, которые появятся. Инвиз. Ну, тогда точно будет сейчас второй герой. Хотя... Короче, он врубает инвиз, берёт свиток. Сам крепится. А если второй герой, то какой? Ситуативно лучше Тинкер. Как это ни странно. Прям вот... Ой, как хорошо! Неожиданно. Из ниоткуда просто появился Дима. Начинает нарезать. Монобёрнет. Медведи подходят слева. Луналики уже показывает. Красивую игру. Пока в нюансах, но красивую. Умуно самый-самый матч. Найт-Эльф, Найт-Эльф. Поэтому большие... Самый слабый... Найт-Эльф, Найт-Эльф. Интересно, с чего это вдруг. Вдруг. Может, он сам сказал в каком-то интервью. Ой, тролля подставляет, к сожалению. Идёт сражение. 58. ЛС великолепно справа. Медведь вытанковый. Диме очень плохо. У него есть свиток, есть инвул. Но хочется, конечно... Ну, медведей, у Мона, больше. Значительно больше медведей. Правда, здесь два героя. И Мишкиновый подходит. Надо закупиться, наверное, в лагере наёмников. Битва хорошая идёт. Наголый вылапается. Нужно свиток хьюзать. Свиток хьюзает, подходит. Дима здоровый возвращается. Стенка на стенку. Правда, ещё Дриады с этими стролями. Медведи прорываются уже к Дриадам. Очень красные три медведя у Муна. Здоровые медведи у Ксикси. Слева пришли. Правда, он не превращает почему-то одного из них в форму. Мун пытается прорваться к Дриадам. Начинает нарезать. Но он здесь остаётся в гордом одиночестве. Контроль в последнем сражении, конечно, был весьма странный. Да и Инвиз, заюзанный, тоже особо ничего не принёс. Он хотел поотвлекать. В результате 32 лимита, где-то против 50. И первая каточка, скорее всего, останется за Ксикси. Но плохо постражался. То есть у него до этого было преимущество. Реально хорошее преимущество. Стафы на стафы. Блин, ещё сверху... Сверху вылезла панелька эта, чёрт возьми. Сори. Досматриваем последние минуты. Экспанд ещё жив, но... Диспелится, кстати, веспом Риджуф. Как же мешает этот Дриадам. Нага уползёт, что ли? О! Нага падает? Да... Что? Дима снимает Риджуф, Мун? Сам на себя кидает Риджуф? База пока ещё стоит, вроде как. Да, чинил он базу. Что? Как? В определенный момент там оставалось 4 медведя. Там какой-то... То ли Дриада... Да, Дриада, кажется. Два героя против одного Демон Хантера и одного Медведя. Каким образом... Каким образом Мун ещё живёт вообще здесь? Как? Он уже 5-го левла со своим Демон Хантером. Правда, всё равно проигрывает по количеству мишек, но у него подходят медведи. Да и Нага мёртвая. Какая грязь вообще. Медведи без формы. Они все тоже, видимо, там спят. Хотя... Там у них уже... Наверное, плюс 6 часов. То есть час дня где-то. Да, у Наги, кажется, ещё действительно был большой бутылёк хила на 500 хп. Это тоже немножко настораживает. Почти 5-й левел, экспанды нет. 60 лимита у Ксикси. Он пойдёт, получит 5-й левел на жёлтой точке в правом нижнем углу. Но у Муна... Муна на самом деле может спасти 6-й Диму. Вот у него сейчас на 3-й 6-й, если будет размен более-менее такой нормальный. Понятно, что у него 40 лимита, бла-бла-бла. Но там обкипа, а тут обкипа нет. Соответственно, 50 он получит на язычах. И может ещё как-то подкопить немного армии. В смысле денег. И потом сделать армию. Он на КД был? Бутылёк на КД? Так он же обычный зелёный бутылки на языке. Как? На каком КД? Как? Как? Не понимаю вообще. Добавил присмотреться. Любит он этот нвиз, приходит на базу, встречает Нагу. А КД был? Видно было. Ясно. А, он маленький, там был маленький ещё бутылёк. Ясно, ясно. Хати, привет. Передаёт ТП Наге. Какая-то дрядка, какая-то несчастная Муна стреляет. А тут по-прежнему 60 лимита из 70. 59. Это как раз весь вздох сверху. А представьте, доживёт он до Дима 6. Ну, хотя там ТП есть. Дожил, стелепортировался, профит. Можно попробовать стырить. Да, вот, лучше скажется, читает. Читает позицию противника. Во-первых, он медведями идёт на мейн. Во-вторых, крипджекает типа Нагу. Ну, как крипджекает. Может, девайс стырит здесь. Медведи в одиночку идут. Господи, что такое бред происходит. Я таких игр давно не видел. Можно было, кстати, окружить сейчас Димку. Он сам заходил в лапы к медведям и был адриаткой. Да, у неё есть ботинки, но там рядом с ёлками и бла-бла-бла. Можно было попробовать. Любит он Тинвиз. Я прям не пойму, откуда у него такая любовь к нему. Что ты сказал? В общем, какая-то хрень происходит. Медведи на медведей. Нагу сразу начинают бить. Демон Хантер. Подходит основная группа медведей к Сикси. Нага делает телепорт. Что? Блин. Догнал таки. Ой, окружил Диву! Окружил Диву! Там у него... А у него есть НВО, всё хорошо. Нет, там бутылка большая, большая бутылка минус. Нага идёт. Господи, какая грязь. Да ладно? Только Мун так может, блин. Ааа, не лагай. Господи. Понимаете, насколько... Насколько маловероятно, что вы в Мироре окружите Диму? У каждого героя по стафу. Он сверхплотный. Медведей здоровый, медведей мало. Но вот в связочке, типа, Нагу заставил стелепортироваться. Дима чуть обнаглел, получился раунд. И минус два девайса... Короче, минус два девайса. Он же пропил бутылёк жизни. Он пробил свиток лечения. Он сдох. Он дал шестой левел вражескому, точнее, Муновскому Демон Хантеру. Мун не враг, поэтому я поправляюсь. Но это такой космос. Как я рад, что встал сегодня так. Только переключимся на другой стрим. Добавим ещё чатик, наш любимый, скорее всего. И, возможно, вебкум для истории. Пинг не успел продажать Инвул. А, Инвула не было. Да-да-да, он прожал большой бутылёк жизни и свиток. А, это товарищ в чатике пишет, что Инвулу не было. А вот самый главный вопрос заключается в том, почему Мун не проатаковал после этого быстрее. И форма пошла. Пошёл ультимейт. Дима начинает нарезать. Дима, сплэшуй. Я прошу тебя, не барак. Во, пошёл сплэшовать. Ой, какой дамаг идёт. Ой-ой-ой, Риджуф пошёл. Дима бьёт. Хаос, дэмэдж. Когти, правда, нет. Ему не хватит. Ну, то есть, скорее всего, не хватит. Во-первых, Мунвээла. Во-вторых, у него лимита значительно меньше. Но плюс работает, что пока не было демонов. О-ха-ха, застрял Демон Хантер. Но это быстро изменяется всё. Ну, в общем, дерево выкапывается. Да, отбивается. 70 лимитов к 6-6. Чуда не произошло. И маловероятно, что оно произошло бы, конечно. Мун возвращается домой. 38 лимита. Настроение не очень. Доброе утро, Ромео. Большой бутылёк покупает. Типа, вот, всё, сейчас точно всё будет хорошо. А, когти вообще были у Кси-Кси. А не у Муно, точно. Грейда, кстати, хороший вопрос. У Муна 1-1? Ну, тыкни на дриаду, тыкни. Тыкни, не сдерживай себя. Имба? 2-2. Да. Намба-ту. Любопытно, когда всё говорят по-китайски, а потом говорят намба-ту. Мун пытается как-то развести, приходит, но это слишком дешёво. Кси-Кси так не проведёшь. Что? И он возвращается, что ли? Что я... Нет. Он возвращается. Он без тупы. Так, ладно, собрался. Собрался. Не захотел идти в бейстрейд. Но Мун, я думаю, он убьёт мэйн. А куда телепортироваться? Такой вопрос. Я тоже пробовал телепортироваться. Э-э-э-э-эй! ТП есть! Ой, здесь позиция хорошая для ульты. Если бы у Димы была ульта... ГГшечка. Ой, пацаны, я переключаюсь на Азубу. Надеюсь, там лучшим. Ребят, ну зачем так кричать? Слушай, мне нравятся больше китайские комментаторы. Я Азубу тоже подлагивает. Так, как региться на этом сайте? Регистрация. Так, четыре поля с иероглифами. Угу. Хорошо, методом тыка. Значит, это... Никнейм, это мэйл... А, нет, это пароль. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Это ещё раз пароль? А это что такое? Я скорее первый это мэйл тогда получается. А самый нижний это аккаунт. Да, ник, отлично. Что там? Такой аккаунт существует уже? Нет, значит, это мэйл. А, нет, регистрация нового пользователя может быть только что? Ребята, это челлендж. Чистый почтовый ящик. Гмэйл это не чистый почтовый ящик. И Гудгейм тоже не чистый почтовый ящик. Хорошо. Яндекс, может, ты знаешь? Формат адреса почты неправильный? Что? А не офигел ли ты? Ладно, support.sobaka.goodgim.ru Нет. Нет, что у нас на Яндексе ещё есть? Без... Ему дефис не нравится в мэйле. Дефис не нравится в мэйле. Так, 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 так. Там китайская нужна. Не-не-не, Яндекс, он уже не жалуется. То есть другая ошибка. Попробую так. Дали ссылочку на... А что это такое? А, это реплей. Окей. Ладно, хорошо, попробуем так. Кстати, там чистый... Не, не чистый поток. Выключаем плеер. То есть выключаем там всякие вещи ненужные. И фоллскрин здесь ещё не работает. Найс, найс. Я в шоке. О, хорошо. Далее ещё ссылочка на другой стрим. Правда, опять же, всё в иероглифах. Но вроде что-то загружается. Ледоколу привет. Отдельный. О, похоже на правду. И разницы в задержке практически нет. Ну хорошо, уважаемые. Сейчас тогда верну картинку. Мы посмотрим на полненькую, приполненькую... О, сейчас и будет. Продакшн, продакшн. Заговаривала, молодец. ВСА онлайн. Обновить. Поставить. Окей. Ну как-то так. Вы видите китайца? Я вижу. Значит, всё у нас хорошо. Название стрима у меня немного фуфла. А как так вообще? Я же делал анонс. Я же делал анонс. ВСА день первый. А, ну да, я его немножко не на ту дату сделал. А так всё ок. Слушайте, у нас сегодня такой классный день будет. Вот до 16.00. Я ещё раз говорю, с горло отпустит. Потому что я таблетку выпил. И... И всё. И всё будет хорошо. Даже ретрансляция на Твич идёт. Там каким-то макаром сменился у меня ключ. Представляете? Я считаю, что это я Ильдар. Ледокол что-то накрутил. Русбрейн поддержал канал на сумбу... Сумбу. Тысяча рублей. Сообщает Миша. А что за хрень? Меня уже наперёд банят заранее. Не знаю, как так. Спасибо за косарь. Он не потеряется. Вот у меня, кстати, на столе он уже. Слышишь? Шелест. Хорошо сидят. Давайте по базе пробежимся. Во-первых, турнир с призовым фондом в 100, где-то 8, кажется, тысяч рублей. Вся информация есть здесь, в событии. Я сейчас Message of the Day в чатик добавлю. Если зайдёте, увидите, что там 4 группы. Скай и Тед. Не флай, не путайтесь с флайом. Это очень распространённая ошибка. Конечно же, это Тед. Какие рубли? Ой, там, я сказал, рубли. Конечно, 108 тысяч долларов. Я просто... Русбрейн скинул косарь. Сейчас будет вторая игра Муна против... Щи-Щи. Зал просто ломится от китайцев. На самом деле, дайте срок, и они набегут. У них, как у муравьёв, на самом деле, есть такая особенность, что... Их количество увеличивается практически в геометрической прогрессии. То есть, если китаец один, то... Ну, это редко случается, на самом деле. Они всегда группами ходят. Если китайцев 5, то через полчаса их будет 7. Но если их 50, через полчаса их будет 1000. Поэтому ждём 1000 китайцев через полчаса. Разрешение битрейт нельзя, вы же поставите. Что, графона не хватает тебе? Эльдар, какие-то вы... расслабленные. Такое оформление было в 90-х. Да, так и есть. Росбрейн, я уточню специально, когда Росбрейн Кап 3. Специально для тебя. И снова без вебки и без чатика. Но портить такой продакшн у меня, если честно, рука не поднимается. Великолепный штрих-код по центру экрана снизу. Я уже еле сдерживаю, чтобы не взять телефон и не сфоткать его. Но у вас есть такая возможность. Посмотрите, что это. Что же это такое? Куда вас отправят, когда вы... когда вы считаете его? Это оформление. Все цвета радуги. Появляются аватарки слева тех, кто проголосовал. Вон, смотрите. Улыбающийся. И куда-то он улетел влево. Жесть какая. Великолепно рассчитаны шкалы. Видите, проголосовало 37 человек, а ты еле-еле видишь, что начала полоска наполняться. То есть про процентное соотношение не слышали. Логотипы, цвета, все тут прекрасно. Два раза я вижу логотип ВЦА. Один в игре, второй на оверлей справа. Это просто великолепно. Жалко, что цвета на этот раз не перепутали. То есть мун синий. И снизу он тоже синий. А щищи красный. И снизу тоже красный. Снизу есть место для вебки. Ладно, подождите. Это вопрос одного клика. Мне это не сложно, на самом деле. Чего? Вообще без проблем. Появилось? Я знаю, что не появилось. Воу, слушайте, давайте я тоже продакшн делать буду. Сейчас легкая анимация добавится. Отлично. И надо еще добавить, знаете чего? Разных самых... Разных самых картинок анимированных. Давайте будем соответствовать продакшну. Отлично, отлично. Так, еще что-нибудь такое веселенькое. Так, танцуют бобер. Ну, ничего. Так. Так, ты не надо, на нефть мы здесь. Нормально? Ну, испортить я точно не мог. Понимаете? Ну никак я испортить не мог Давайте игру подождем Все хихоньки да хахоньки У нас серьезный киберспорт А вы тут себе позволяете Такие вещи Итак, всем привет У нас Щи Щи и Мун ВЦА Сегодня будем сидеть часов в 7 И смотреть игры топовых товарищей В том числе и Хошка посмотрим немножко Ничего себе какие смайлики у ледокола есть Неожиданно Игра немножко подлагивает Может быть это игра, может быть это трансляция Кому какое дело Давайте пытаться разобраться Что я пропустил В попытках добавить вебку одним кликом У Муна девайсы Перчатки силы, перчатки скорости Сейчас он собственно как и Щи Щи начинает Что у них одинаковые девайсы Реально одинаковые Либо они не кликнули в прошлый раз Либо у них абсолютно зеркальные девайсы А вероятность этого события 1.4, 1.5 комбинированная То есть это блин да Маловероятно Так что скорее всего не кликнули просто Вот неприятно что они наводят на девайсы Вот сейчас хорошо стало понятно что амулет маны у Щи Щи Они наводят на девайсы Там написаны иероглифы для нас Ну на земле когда они находятся Как бы они говорят Ооооо Не знаю И что-то по-китайски Типа все понятно Персонал очка А намтор как вообще понимать Пока не кликнешь непонятно Кольцо регенерации Персональный телепорт И мантия, интеллигенс, мантия, причем он стырил, насколько я понимаю, на точке вражеской. Ну а где ему еще брать? Вторую зеленую точку он не крепил, больше нигде, плюс 3 девайс не выпадает. Да, у него есть там висп справа, но вроде он не... там зеленая точка не закреплена, судя по карте. Хавк в чате! Хавк, Хавк, если ты слышишь, если ты слышишь... Нет, напишите просто ему, что я буду болеть, как сумасшедшая китайская фанатка. Если ему там не хватает внимания, сумасшедшей китайской фанатки, я буду за нее, сегодня для него. Будем болеть. Мантия с первой зеленой. Как с первой зеленой, если там... А, видимо, как раз они не кликнули, и был... был не это самое, не перчатки силы, а мантия интеллигенс. Соник 1.0 выиграл репризала. Вот это да. Я вот не знаю, каким образом нам вообще удастся или нет, посмотреть те игры, которые идут не на стейдже, там же игры одновременно идут. А Соник приятно удивил. Но не стоит радоваться раньше времени. Чищи приходит к Муну. Мун хотел крепить... Ничего себе. Шесть арчей, демон хантер, красную точку берем. Его спалили, спалили его. И, судя по всему, Мун снова играет через соло-героя. Мун увидел виспа, который его пас. Хотел ему отомстить, но арчи почему-то решили пройти понизу. Поток, говоря только один, одновременно игр нет ни на одном портале трансляции. Но там же на месте есть те же самые товарищи из Азубу. Плюс официальный стрим. Можно было попробовать. Хотя им, наверное, тоже интересно делать стрим со стейджа. Подлагиваем. Ничего страшного. Слушайте, для китайского турнира, на самом деле, это очень хороший продакшн. Прям очень хороший. Ну, если мы не берем ВЦГ последние два года. Потому что он вроде китайский, а было все супер. А так это удивляться нечему. Хорошо. Скажите спасибо, что мы смотрим через какой-нибудь Стиванс. Или вообще стрим. Что стрим есть. Вот за это можно сказать спасибо. Потому что такое счастье было на китайских турнирах не всегда. Да и призовой классный, да и игроки хорошие. Появляются первые медведи. Вот любопытно, на что делать именно на этой карте ставку Мун, играя в одного героя? Тут особо на ближних респах ты не подпипишься. А нычку быстро не поставишь, чтобы реализовать вот эту вот разницу по золоту, что берешь героя, не берешь. Странно, что все-таки ставят базу или там барак подошел. Мун крипит красную точку слева внизу. Дрятка, три медведя. Чистый лимит 50. Дима крипится. На этой, кстати, точке он уже, учитывая Т3, может даже получить практически пятый левел. Арчан там достается. В это время выпадает девайс не очень хороший. Щищи. Ну, с кровдобийством. Этот девайс на продажу в такой ситуации. Арча слишком много ест. Да бей ее! Раненые больше едят. И пошел эксп. Ну, вот это уже более-менее понятно. Пайп продает, да. Свиток покупает. Он до сих пор не купил сапоги. Неужели они ему... Ну, вообще слотов жалко, что медведь танкует. Хорошо, Реджу вам смог... Смог отковыряться, выпадает Мана Дрейн. И сейчас уже у Муна Дима пятый. То есть он обгоняет по уровню, по крайней мере, Демон Хантер на единицу. Хотя, там, и в Экспириенс. Но... Дальше... Если криппинг, конечно, продолжится. Будет хуже, потому что... Ну, потому что Мун уже на крипах не может получить шестой левел. Это было во времена Рока. Когда было такое возможно. Поэтому ему нужно навязывать сражение. Именно поэтому он бежит в атаку. А Щи-Щи должен... Как можно дольше еще пытаться там Нагу до третьего, Диму до... Ну, вряд ли до пятого, конечно. Но тоже его подкачать немножко. Телепорт вижу. Ой, позиция тут хорошая, кстати. Для Муна имею в виду. То есть все медведи в деле. Стенка на стенку. Монобер на 150. А можно Риджу? Свиток. Великолепно. Слушайте, а Мун-то давит. И у него еще нычка ставится. Даже несмотря на Мун-Вэл, а Мун-то здесь давит. Отступает Михаил. А Экспа-то сейчас идет. В отличие от криппинга, сейчас Экспа идет. И Дима-то к шестому должен потихонечку приближаться. Сорок процентов в шестой левел. еще минус арча, красный медведь, Дима, Дима, красный, Дима, красный, ты что-то, я так же вчера базал по героям, по-вражески, я почти такой же, как Мун, кривой местами, приятно, Дима, 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 не рискуй, Дима, Дима, ой, господи, какой валидол, тут сразу просыпаешься, капец, хорошо, чувствуете, какой сегодня день будет, классный, свиток медведи прочитал, да, это было, только Арчи полечил, но все на нервах, разыгрывается 108 косарей и не рублей, поэтому, конечно, присутствует волнение, ну и судя по тому, что все там сидят в куртках, там особо и не тепло, на самом деле игра за Муном, процентов на 80, потому что, во-первых, он размялся в плюс, во-вторых, в следующей битве у него будет Дима шестой, и, наконец, в-третьих, у него есть экспанд, Мунвеллы пустые надо добивать, вообще пофиг на эти Мунвеллы, на самом деле, Турелли, то есть это, главное, это Дима шестой, он и без Димы шестого с этими Мунвеллами, о, смотрите, даже Ману купил, такой грамотный, то есть знает, что его заманабернет, то есть это уже вполне штатная ситуация, что он приходит к тому моменту, когда начинают умирать медведи, Дима пустой, АМШ пошел, Манаберн на 121, ай-яй-яй, Риджуф, диспейрит АМШу, она не кидается Риджуф, да, главное сейчас Диму не слить каким-то нелепым образом, и все, начинается под контроль медведи, Манаберн на Манаберн, медведь первый падает, шестой Дима, превращаюсь, трансформируюсь, и начинается веселый, веселый сплэш урон, хаос, просто хаос, хотя что-то тут Ксикси еще поддавливает, как бы Диму не фокуснул, да, у Ксикси медведи какие-то живые, what? 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 что? мне кажется, что вот для русского уха, мне кажется, что они через слово ругаются, но это было нормально, сейчас пределы цензуры, тоже все хорошо цензурно, кстати, да, 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 верно, все, да, прикольно, я вообще ничего не понимаю, вы не думайте, вот что сейчас Муну делать, не совсем ясно, потому что время вроде на него работает, но, но ульты-то нет, а здесь будет пятый уровень, пятый будет, причем будет, скорее всего, и у Наги, да, ВЦА это такой китайский аналог ВЦГ, ой, это Мув Экспириенс, капец, ой, Аура Таурена, слушайте, я про 80% уже хочу забрать славу назад, какой лимит, 58, против, ну, Муну должно быть 70, наверное, 61, а, ну он же разменивался еще, неудачно, а? А? What? Ну, скорее всего, ну, это точно не рейдж, это либо ауешный хил, но надо встать очень хорошо, скорее оситка тогда, учитывая бонус медведей по урону, ну, это какая-то, я не знаю, чему Мун в армии учился, какие к нему скучными армейскими вечерами приходили мысли по поводу, какие стратегии он креативил, но сейчас мы как раз наблюдаем результаты этого самого креатива, они обескураживают. Казалось бы, зачем? Да вот куда? Ой, 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 короче, пошла стенка, да, ситка пошла, стенка на стенку, Дима прорывается к наге, напоминаю, что есть... Ой, как Дима вообще мочит-то, а? Слушайте, а хорошо, во-первых, аура не действует на медведей, сейчас Чик-Чи очень был неправ, бегая за... Ой, Дима шестой уже, ой, 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 минус два медведя с флэшем, алхимика сейчас может... Второй алхимик уже... Да какой бред, какой бред! Ставь алхимика, ставь его, вообще нормально! Ой, у Димы нет ТП! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Так, давай к магазину, быстро, 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 и вражескую нагу можно забрать! Короче, он такой псих вообще, он такой инопланетянин! Но на самом деле, опять же, повторю, Кщи-Кщи здесь совершил грубую ошибку Он просто взял и своим демоном, своей нагой, своей дриадой Бегал просто за муновским демон-хантером Когда твой демон-хантер с аурой, понимаете, с аурой Ладно, не будем говорить, что там демон-хантер не атакует Так же, как нага не атакует, там, бла-бла-бла Но когда ваш герой с аурой, который дает фактически один апгрейд на атаку Уходит от всех медведей, это плохо Это вредно О, фулскринчик, люблю Он бегал от муновского дыха Нет, от муновского дыха бегала нага И это другой вопрос Чтобы она не бегала, можно ей какой-нибудь девайс хороший купить Но в конечном счете, он нага убегала За ней бегал Дима Муна И за этим Димой Муна бегал Дима Чик-Чи Еще рядом, кажется, кто-то там то ли стрелял, то ли еще что-то было Поэтому не надо мне рассказывать Я помню, что было Ключевое, что товарищи не участвовали в сражении Медведя ретаргет сделал, хорошо Переключились в самый последний момент медведя Ауру получил, армора, очень хорошо Вот Чик-Чи еще, не знаю, знает ли он или нет Но вроде он не делал разведку на левый нижний рез Как все-таки Мунта грамотно поступает Вот с этим криппингом, с этим соло-героем Вот реально, зачем тебе второй герой в мишке на мишке Если можно реализовать преимущество за счет того, что ты экономишь средства Тебя все равно не убьют, учитывая, что он не взял девайс Короче, интересная тема Он, скорее всего, ее в Мироре будет практиковать Да-да-да, он не взял девайс Опять ругается Уже практически четвертый алхимик Медведь сделал бэкпэк Он сейчас своему медведю И пойдет с девайсом Такой псих Реально сделал бэкпэк Миша пойдет в магазин Или Дриада, не знаю кто Вот сейчас Кщик-Чи делает разведку Только-только видит нычку Я думаю, сейчас он думает Блин, только на китайском, естественно Черт Как так? Да я же, да он же, какая халява Ну и все И стенка на стенку, ультимейт Осидочку закидывает вторую Уже минус 4 армора Начинается... А, диспеллит осидку Ну, вместе с рыком, кстати, диспеллит Хорошо Протекшн Дима там нарезает Танкует полтораках Да, отлично Тут все уму, но вражеский Дима Очень уже битый Очень-очень битый Отпивается кое-как Свиток лечения Да И рычит Ноу-майнер Хорош Хорош, Мун Кажется, он помолодел даже У китайцев есть такая тема Варьерс 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 Конечно же, это говорит Либо Патма, либо Хантреса В английской версии Патма это говорит Варьерс 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 А в русском какой аналог там? Не помню, что там про объединение На переднем плане был Пивас Я тоже так думал, потому что Кажется, как раз Ну, в общем Ну, это Рэдбул Давайте поговорим Как это было Что вы думаете О прошедшей игре Они оба Ладно, не будем Я не понимаю, нет слова, поэтому Пошел анализ Это главный аналитик Они выбирали между Скайем и Тедом Но решили остановиться на Этой девушке Потому что у нее 120-0 На китайском ладре Она просто катала их всех А у этого товарища два значка есть Может, из-за этого взяли его Да, действительно Когда герой один в сол на Т2 Он получает 10% бонус на экспы На Т3-20 И это позволило Мону Не перебивай Алхимик на первом левеле Уже решает, говорит Турелли Отличный анализ Турелли Это Зачет Абсолютно согласен Просто Ничего не сказать Один Моноберн Третий И он ничего не делает Один Висп И он ничего не делает Один Висп плюс Рыг И ты оказался Как бы При своих А можно двух медведей сделать Практически на эти деньги Первого левела Герои практически никогда В такой ситуации не решают Особенно если у тебя Уже сделан играет на медведей Ну или ты там сражаешься Где-то, черт знает где Первого левела Больше всего урона наносит Все-таки Скорее всего Тинкер С заводом Со сплэшем С уроном Учитывая то, что он Две факты может кинуть Ну или Фэрлорд Который там Есть одноплодит Элементарий Миллион Но это из области фантастики Просто носит свитки Да, второй герой Делается по серии причин Во-первых Есть еще точки Которые на карте не закреплены Их можно взять Второе Возможно нет свободных слотов Основного героя Что можно там Брать девайсы На точках вот этих вот Или покупать свитки Ну и Третье Все-таки Получив шестой левел У Димы там дальше Конечно он получает Где-то два ко всем атрибутам После каждого левелапа Но он И Малейт ему особо не нужен То есть ему уже Выгоднее делиться Как раз Опытом с Подрастающим поколением Чего не переводишь Ну она Все говорит то, что я говорю В общем А этот Постоянно перебивает Чем-то на молодого Саакашвили похож Китайского Хавку еще раз привет Соник репризнал Походу 1-1 Говорит Хавк Там Чет Жесткий рифлопуш Ой-ой-ой А Питлорд Кажется чуть больше Маной на 15 Кажется чуть больше маны на 15 То есть она Что Что она Сказ Какая она Озорная Главное сказалось Посмеялась Как берет Как берет Ну хотя 120 на 0 120 на 0 Попробуйте такой статус делать Да Анализ Пошел Смотрите Алхимик уходит Это самый вообще нелепый момент в игре Ну хотя нет Вот попытка убить Диму Это да Это реально Но вот Ключевой все-таки момент Это когда Стенка на стенку Лимит медведей на лимит медведей А два героя Щи-щи Находится Черт знает где Вот здесь просто ДПС идет Просто Просто ДПС Такой Сплэш Джи-джи Джи-джи Она почитала Джи-джи правильно С таким видом еще проницательный Взгляд у нее такой Крым В душу глядит Юмико 2-1 инфи Сообщают с полей Фогги решил с тебя пиратить Говорит Узуци Я только за вообще Фогги Если ты меня слышишь Используй оверлей Они такие клевые Я тебе скидывал Олимпийские оверлей То как не зайду У тебя черные такие полосы Пщик-пщик Я тоже ленился Но потом фигак Фомби прислал Оверлей Я там тыкнул Три кнопки И красота пришла Не такая конечно красота Как на ВЦА Но Чуть-чуть мы стали Поближе к идеалу Так Снова у нас Постоянные репортеры Sky и не Fly А Ted Двукратный чемпион мира Но не четырехкратный Если помните Да Было два косяка К сожалению Ну а Ted Который является Хозяином Одного Шнебельного Китайского Рестрана Что ж мне сегодня так предто Он кстати Чемпион ВЦГ Последнего же Да Не не последнего Предпоследнего У Муна уже Выступила Испарина Как мы видим Это нормально Это Немножко влияет на скил В лучшую сторону Когда он будет Полностью потным Это уже Все Это уже Топич будет Помню Помню это лицо Помню Игры с Грабин Хотя он там проиграл Но такие Кренделя вытворял Ух Было круто Ну что Мы в игру Врубаем продакшн Ребят Так Крабик пошел Так а может быть Слушайте А вот такой захват Мне больше нравится Я тогда И вебкой своей Сильно не мешаю И Так Нет Кто это делает Господи Вот вы Не очень Ладно Что Так Ребят Если вам кажется Что они ругаются Периодически Так и есть Сейчас будет Немножко Качественного контента Как завещал Еще Адольф Так я лишнего резанул Я мун обрезал Святой не трожь Ка-ка-ка Интересно Что бы сказал Комитет Качественного контента На это дело Извините Так Дима на Диму Барак На магазине На барак Чатику еще раз Пламенный привет Проснулись Сегодня рано Молодцы Посмотрим с вами Великолепный турнир И игры уже на уровне Почему бы не постремить С фоги Я уже говорил Что мне комфортнее Моноложить Чаще всего За редкими исключениями Особенно Третьей Варкрафт Веспы пошли Друг дружке Навстречу Убедятся Скорее всего Все спокойно Закрепят магазин Никто не будет Пытаться там Как-то на аркаду Но это Минусовое такое действие По сути Здесь терпит Только барак Опять цвета Не напутали Мун слева Красный Снизу Синий Щище Синий Снизу Красный На самом деле Сейчас разберемся Кто из них Да Мун красный А Щище Синий Мун красный Что выпадает? Скорл Дебист Фигово А у Щище Майлок Тут какой-то был девайс Он его продал И купил серклетку Девайс на продажу Ну их по сути Наверное два Это Манадрейн И скроу за бист Из этой категории Девайсов А Мун не продает Девайс Потому что забыл Это сделать просто Звони Хавку в скайп Ой Хавк есть Хавк В скайпе Хавк же на месте проведения Хавк Напиши мне Если слышишь Нет Как у меня Как у меня Как у меня Хавк Как он в скайпе Как он в скайпе Хавк Хавк Олин Хавк Хавк Господи Он ищется как Хавк Он ищет Красиво Он ищет Легка Вured Он ищет Он ищет Он ищет Он ищет Он ищет Он ищет А, нет, не Лукароунд, не Сергей Щербаков, то есть, это... Инк, да, вот, инк... Так, давайте я хавку быстро напишу. Попросите его, пожалуйста, в чате вкинуть мне в личные сообщения на сайте. Хотя мы созванивались сто раз, не знаю, видимо, у него другой аккаунт в скайпе. Возвращаемся в игру, что мы видим? Ребята, что мы видим? Давайте попробуем собраться все-таки. Собраться и... И разобраться в том, что происходит в этой игре. Первый идет иллюзия, но Муна не обмануть. Он видит, кто наносит урон, а кто не наносит. А, и подблочил как-а? 25 сообщений, окинь. БСП, привет! Ощущий решил сыграть через котов. Я увидел первого кота. Выбрал такой агрессивный стиль. Сражение. Чувствуете поддержку, которую оказывают зрители Муну? Вон слева. 962. Интересно, что будет, когда шкала полностью... ...станет синий. Наверняка это какой-то конкурс и прочее. Это даже не голосование, а... Ну, хотя нет, может быть и голосование. Просто с фиксированным количеством голосов. Нага Трололла, говорит комментатор, и Мун собирается играть через два Древа Ветров. Что немного странно, учитывая, что там коты, и никто не мешает Чи-Щи сыграть не медведей, а просто в две лорницы и Дриад с одновременным экспандом. Так очень часто в Мироре играли. Когти выбивает Мун. Так это точно Мун? Это точно Мун? Точно Мун? Красный? Он просто первый раз за три... Вот это первый раз за три игры он взял второго героя. Нага. Варкрафт до конца. Сонику в отдельный привет. Соник же тоже на месте. Проведение, я фотку видел. И он репризалы, видимо, выиграл, если он пришел. Соник, давай, обрадуй нас, пожалуйста, в чатике. Там у них 1-1 был счет, вы помните. Ага, как лол в выигрышной игре. Пипец, что? Блин. Может, он троллит? Жалко, если б ВУЗ, конечно, проиграл, им говорят. Проиграл. 1-2. Понятно. Ну, из группы выходит 2 человека. Конечно, проигрывать вообще не хочется. Кому хочется проигрывать? Таких людей на турнире нет. Учитывая то, что 16 участников и 4 призовых места. А даже за 4, знаете, там, как, 8 косарей баксов. Это очень круто. И для китайцев, и для украинцев, и для русских. А за первое 50 или 60, как-то так. Невидимый Демон Хантер следит за тем, как рипится Мун, следит. Не может еще сделать. Хотя он может сейчас сделать Моноберн и пару раз ударить. Если Мун не среагирует, то это можно... Вот сейчас хороший момент. Не понял. Моноберн, удар Моноберн. Почему бы и нет? Ну, нет, так нет. Да нет, и сюда нет. Я предлагал. Я предлагал, он не согласился. Там было в момент окончания криппинга порядка 140 хп. То есть Моноберн, второй на соточку, это 70. Удар где-то на 35-40. Учитывая армор и разброс по дамагу. И второй Моноберн, как бы, добивая. Ой, попытка, 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 стрелить девайс. Нет. Хеленварды выпали, во-первых. Но он, кажется, добил. Да, добил Моноберн. Юмико выиграл инфи 2-0. Да, есть сетка лозеров, говорят. Там дабл иллюминашн после этого будет, видимо, просто. Выход из группы влияет. Ну, то есть позиция... Позиция, которую вы занимаете после того, как... Блин, как-то все равно не очень же звучит. В общем, то место, которое вы занимаете в группе, определяет позицию в сетке. Два верхних идут в сетку виннеров. Может быть, даже с соответствующим пассивом. Это было бы разумно. А проигравшие идут в сетку лозер. Ну, хорошо. У нас принципиально разные стратегии. Медведи против талонов. С другой стороны, это классика. Есть Хеленварды. Очень полезный девайс. Там попытка сделать Маунтун Джианта. По крайней мере, Грейтон соответствующий дел. Но по армии Щи-Щи вообще не готов. Пошла факта. Где там Демон находился, не ясно. А МШ? Хилварды зарешают. Игра закончится в этой атаке. Да, я просто разбираюсь немножко в архебсе. Ну, смотрим. Дима получает колоссальный урон. Ингул прожимает. Хилвард работает. Выходит Маунт Джиант. Иллюзия сразу делается. Хорошая фишка. Но с Димой спадает щит. Он тут же взлетает в воздух. Падает рядом. Он еще приходит демотивирующие аовы строить. Но на самом деле аовы нужны. Они и медведи убивают Маунт Джианта. Чтобы убить Маунт Джианта с Грейтом на физуху, вам нужно большое количество милишного урона. Вот он самый милишный урон. 45-55. Или... Ой, не помню. Ну, на втором... С первым врейдом у медведей там 30-60 урон. Ну, короче, круто. Еще два заряда свитка. 45 лимита. На 36. Я поставил сейчас Хилварда. Что герои желтенькие. Торопиться вообще никуда не нужно. У тебя строятся аовы. Можно сделать Грейт на Нече Блейсинг. Если бы комментаторы, как бы... Они бы показали, что Грейт, скорее всего, делается у Муна сейчас. Этот. Но мы увидим это по армору. Если нам тыкнут в барак. Увидимся. Армор и все будет. О, уже сделал. Молодец. Все, семерочка. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Как умно. Молодец. Ну, а вы что думали? Я помню, не тронуток. На каком-то подмосковском турнире у нас была серия игр. И... Кажется, я проиграл в результате ему. Но на эхо была сумасшедшая как раз игра. Я с деревьями тоже отбивался от его МГ. Это было круто. Я думаю, что Юра тоже помнит. Хорошие игры были. Манаверн получает Дима. Есть еще в загашнике один... Один заряд Хеленварда. Бараки бьют. Напрашивается, конечно, сесть, но это неправильно. На самом деле. Учитывая Сиджерон. Бараков лучше... Лучше стоять. Воздух поднимать нужно исключительно Диму. Там протектор, правда, слушайте. Может, это не последняя атака, если там как-то отковыряется. Сложно, конечно, отковыряться. Очень сложно отковыряться. За двумя свитками идет Нага. Сейчас придет, вернется с двумя свитками. Тык-тык. Барак убить можно. Мунвелл убить можно. Я не знаю, почему Мун бегает туда-сюда. Стрелял бы и стрелял. Стрелял бы и стрелял. Сейчас бараки начнет терять. Ну, вот тут алтарь минус. Мунвелл минус. Какие проблемы? Бегает туда-сюда, туда-сюда. Не надо бегать, не надо суетиться вообще. Все хорошо. Да, холл позишн и все. Два свитка у Наги, она вернулась. Хилвард можно поставить сейчас. Опа. А вот став Димке, это не очень хорошо. Ну, то есть он просто долго будет бежать. Я думал, что он просто... Хилвардом отковыряется. Все равно все плохо у Щи-Щи. Бараки живые. Маутын Джайанты... Битые очень. Один МГ... Кстати, медведя бы отфокусить. И один Маутын Джайант умирает. Дима летает. Демон Хантер Муна приходит. Мун демонстрирует знания самых разнообразных стратегий. И это очень приятно, конечно, наблюдать. Продолжается сражение, но у Щи-Щи осталось два героя Дриаткой Маутын Джайант Депротектор. А там 50 лимитов всякого разного... Войска. Всяких разных юнитов. Хилвард. Ну, холл позицион реально поставь, просто стреляй по Мануэллам. Что вот он бегает? Он как будто отступает всеми. Вот он... Дима уходит. Хотя сейчас нормально все. Сейчас все остальные стоят. Вот-вот-вот сейчас зачем отступать. Опять ставь Димы. Долго-долго-долго. Дополнительные бараки делаются. Опять сейчас там стреляет слева, там две арчи. Дима бежит. Тут барак копался. Куда? Куда? Нага глупая идет вперед. За это ее наказывают. Цвиток вынужден юзать. Поднимай воздух! 38 лимита. Дима приходит. Диму окружают. Чищищного. Поднимают ногу. Хорошая фишечка, фишечка. И успеют убить. Вот это ГГ уже. Дальше все очень плохо. Потому что, во-первых, падают два Мунвелла. Если вот Мун не будет бегать вот туда-сюда, будет значительно быстрее, проще. Внезапно начнут падать Мунвеллы быстро. Уже минус второй. Там и магазин. И до Мэйна недалеко. И деревяшки пошли в бой. Минус Магас. Очень битый Маутен Джайант. Очень битый Медведь. Демон Хантера выкупил Чищи в таверне, как вы видите. Минус Хантреса. Минус Медведь. Минус Маутен Джайант. Остается вдвоем. С протектором. Правда. Нага с... Да, ГГ. Мун. Просто Мун. О, Луналики. Аве. Аве. Он сказал Аве на китайском. Аве. О, пятый раз и навсегда. The Fifth Race Forever. Там было справа плакат. Класс. Ну хорошо, давайте резанем эту серию. Это будет хорошо.